Библейский портал экзегет.ру представляет 47 глава книги пророка Иеремии в переводе Луки Маневича, читая ее для библейского портала экзегет. Вот эти главы с 46-й, начиная, посвящены пророчествам Иеремии против окрестных народов. Именно против, то есть с ним возвещаются всевозможные беды. Первым идет в списке Египет, та самая страна, куда уводят самого Иеремию. Та страна, где многие израильтяне пытаются укрыться от вавилонского нашествия. Естественный соперник вавилонин. Большое государство, причем недружественное вавилонии. Но есть у израильтян свой любимый враг. Тот, с кем все время израильтяне воюют, это, конечно, филистимлине. Вот слово Господне о филистимлинах, которое было пророку Иеремии, прежде чем фараон разорил газу. Видимо, имеется в виду поход как раз не вавилонин, как почти всегда, а египтян, всех самых египтян. Он идет на север, сражается там дальше с вавилонинами, но по дороге он разоряет города в Ханаане, в том числе как раз в основном филистимские, потому что по побережью, по филистимской земле проходят главный путь из Египта туда, вот в сторону Малой Азии и Северного Междуречия. И поэтому фараоново войско прошло именно там. Так говорит Господь. С севера надвигаются воды, хлынут они рекою, затопят земли и все, что на ней есть, города и живущих там. Это нашествие вавилонин, безусловно, имеется в виду. Зарыдают люди, жители страны заплачут от стука копыт лошадиных, от грохота колесниц, от шума колесах. И от сына детей не взглянут, ибо руки лишатся силы в тот день, что настанет филистимленным всем на погибель, на гибель последним союзникам Сидона и Тира. Сидон и Тир – финикийские города, в общем-то, скорее они дружили, кстати, с израильтянами, чем с филистимленными, но и с филистимленными, очевидно, были какие-то отношения. Вот, собственно, остатки независимых государств стираются с карты Ближнего Востока. У нас с вами самый конец VII и с переходом начала VI века до н.э. Господь истребит филистимлен, остаток народа с берегов Кавтора. А Кавтор, видимо, Крит, либо, может быть, Кипр, то есть один из островов, которые, собственно говоря, были заселены очень давно и с которых филистимлены вышли. И вот здесь пророчество о том, что они исчезнут, так оно, кстати, и случилось. Газа голову свою обреет, а Шкелону молкнет два из пяти главных городов. Уцелевшие жители долины доколе будете наносить себе раны. Наносить себе раны, видимо, это некоторый ритуал, связанный с оплакиванием, со скорбью по умершим, когда человек сам себе причинял страдания, шрамы какие-то на себе оставлял. Вроде как упрек в языческих ритуалах, а одновременно указание на то, что все будет очень плохо, то есть будет повод для скорби. О горе! Меч Господень, когда же ты успокоишься? В ножны вернись, остановись, утихни. О, если бы ты успокоился! Но Господь дал ему повеление. Наш Шкелон на побережье морской, Господь меч свой направил. Здесь уже даже не про филистимлян вообще, а про то, что вот бурные времена империи создаются, мелкие государства падают их жертвами, уничтожаются, подчиняются. И филистимляне, в общем, даже и не особо важны Иеремии. Хотя, конечно, они есть, но уже другая, собственно говоря, борьба идет, борьба за другое. А главное, что для Иеремии эта борьба всегда идет не с Вавилонской, там, Египетской, еще какой-то державой, а прежде всего с самими израильтянами, с их собственными пороками, с их нежеланием жить по Божьим заповедям. Ну, а дальше список соседей продолжится в следующих главах.